Рисуем тоже это самое дерево, но на этот раз возьмем расстановки скобок, как эти самые расстановки скобок естественным образом можно расположить в дереве талант. Может быть даже понятнее со скобками, так что, ребята, после нескольких, что называется, таких вот испытаний, обвиняю вас, все станет понятно, все будет влечение. Дальше не буду рисовать, я считаю, что уже все понимают, как устроена самая дерева талан. Здесь у меня будет вот такая вот структура, а здесь будет структура вот такая. Пару скобок, которые образованы с самой последней скобкой. Это последняя скрывающая скобка. И той, что с ней... Давайте я отмечу другим цветом. Итак, здесь вот две скобки. А здесь у меня эти две скобки будут наоборот рядом. Здесь будет очень похоже. А именно, здесь будет вот так, здесь будет чуть-чуть побольше, а здесь будет совсем больше. А вот предыдущие скобки я напишу. Я надеюсь, что уже всем понятно, как. То есть здесь, смотрите, открыли, открыли, закрыли, закрыли. А здесь открыли, открыли, закрыли, закрыли. Ребята, смотрите, в чем отличие? Я в любом случае ставлю последнюю скобку розовую, закрывающую. Но здесь у меня все это выражение внутри, а здесь наоборот. Теперь, что будет здесь? Понятно, что будет здесь. Что будет здесь? Открыли, закрыли, и вот это проваливается внутрь. Что будет здесь? Открыли, закрыли. Открыли, закрыли. Вы видите, по какому принципу у меня вот здесь вот они расположены. Здесь выражение, которое фактически... Скобку можно представлять себе, как пакетик такой, да? Вот все в пакетике. Здесь два пакетика на внешнем уровне, да? А здесь три пакетика. Вот здесь вот у меня один пакетик, здесь два пакетика. Смотрите, что теперь пойдет дальше. Да понятно, что я беру вот эту скобочную структуру. Я говорю, что добавить к ней последнюю скобку можно двумя естественными способами. Либо переписать все это, а именно, смотрите, три открыли, три закрыли, и после этого последние скобки, давайте их опять розовым нарисуем, это открыли-закрыли. Или сделать так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще это заключить в скобки. Опять, здесь один блок, а здесь два. И так надо сделать везде. Расставить скобки. Как вы видите, должно быть очень один способ. Переписал и заключил все, розовые скобки. Каждый раз начинать надо с того, что переписать. И заключил в скобки только последний блок. Теперь опять переписал. И просто приписал розовую. И теперь последний блок добавляется розовый. Что мы делаем? Первое. Вот это выражение в любом случае переписано. Четыре раза. Как? В любом случае мы его переписываем. Сначала по розовой скобке. Мы читаем открывающие скобки. Да. Теперь где могут находиться открывающие? Открывающие. У меня существует сам. Да. Из скольки оно состоит блоков. Из трех. Из трех. Отлично. А теперь скажите, пожалуйста, как можно добавить последнюю скобку? Открывающую. Закрывающую последнюю скобку. Как можно добавить? На самом деле вот как. Можно ее добавить или в конец. Увидим? Или в следующий листах. Можно добавить сюда, и это будет самое левое положение. Можно добавить сюда, и это будет следующее положение. Можно сюда, а можно в самый конец. И вот поэтому от такой белой скобочной структуры будет разветвление на 4 штуки. Соответственно, если бы блоков было меньше, было бы меньше разветвление. Для M блоков M плюс 1 одно разветвление. Для M блоков будет M плюс 1 разветвление.